Без выходных ситуаций не бывает. Бывают ситуации, выхода из которых мы не оставляем сами. Минск чрезвычайный. Здравствуйте, в эфире Минска городское управление МЧС в студии Анастасия Гарбард. С начала года на ликвидацию пожаров и загораний столичные спасатели совершили более 190 выездов. На пожарах за это время погибли 3 человека. Из опасных зон работники МЧС спасли и эвакуировали более 170 человек. Минск чрезвычайный. На минувшей неделе в квартире по улице Матусевича из-за неосторожного обращения с огнем при курении 56-летнего хозяина, находящегося в состоянии алкогольного опьянения, загорелось имущество в жилой комнате квартиры. К счастью, пожар был оперативно ликвидирован и никто не пострадал. Чтобы привлечь внимание к проблеме пожаров и гибели на них людей, в эти дни в республике продолжается профилактическая акция «Безопасность в каждый дом». В фокусе внимания работников МЧС люди, злоупотребляющие алкоголем и ведущие асоциальный образ жизни. Спасатели посещают наркологические диспансеры, встречи также организуют в центрах безопасности и аварийно-спасательных частях. Кроме того, проблема пожаров обсуждается в трудовых коллективах, со студентами вузов и колледжей, а также с пожилыми людьми. И еще на одной проблеме хотелось бы сегодня остановиться. В связи с ростом количества транспорта в Минске пожарные подразделения все чаще сталкиваются с затрудненным проездом к местам пожаров и чрезвычайных ситуаций. Заставленные машинами дворы не позволяют максимально быстро приезжать пожарной техники. Спасателям приходится буквально подбегать к месту ЧП, неся в руках необходимое оборудование, что приводит к необоснованному риску и увеличению ущерба от огня. Только в минувшее воскресенье спасатели трижды сталкивались с этой проблемой. Во время пожаров они не смогли подъехать к домам на улицах Воронянского, Могилевской и по проспекту Рокоссовского. К счастью, в этих случаях обошлось без пострадавших, но возможно в следующий раз именно ваш автомобиль помешает своевременному оказанию помощи и станет причиной трагедии. Уважаемые автовладельцы, при выборе места для парковки на внутридворовых территориях, особенно в ночное время, обязательно учитывайте возможность проезда большегрузной техники МЧС. На этом сегодня все. Соблюдайте правила безопасности, берегите себя и своих близких и до встречи через неделю. Безвыходных ситуаций не бывает. Бывают ситуации, выхода из которых мы не оставляем сами. Минск чрезвычайный.